Скидка, 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 скидка. Я на это подкупалась уже столько раз, что мне на самом деле стыдно, и я больше никогда не хочу на это подкупаться. Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я соскучилась по ютюбу на самом деле. Ах, как же приятно вернуться. Также очень хотелось бы пожелать вам счастливого нового года, вам всем спасибо огромное, что вы смотрите это видео, и я желаю вам благополучия, много радости, улыбок и саморазвития. Сегодняшнее видео у нас на тему финансов, персональных финансов и то, как накопить деньги. Причина, по которой я записываю это видео, так это потому, что за эти несколько месяцев мы с Владом адаптировались к нашему общему бюджету. Опять-таки причина, по которой я записываю это видео, так это то, что как молодая пара, начинающая семья, так можно сказать, мы пытаемся сейчас понять, как копить деньги, как устроить наш бюджет правильно, как распланировать все финансы на нашу жизнь или хотя бы на следующие 10 лет. На самом деле у нас, я бы сказала, неплохо сейчас получается копить деньги. Конечно же, мы не идеальны, но я думаю, на данный момент у нас все достаточно неплохо, и наши мечты, наши финансовые цели должны быть достигнуты к концу 2020 года. Кстати, если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. В моем следующем видео я расскажу, где я работаю и где работает Влад, как мы зарабатываем наши деньги. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы я знала, что вам интересен такой контакт. Совет первый. Совет первый, он, наверное, один из самых важных, это поставить цели и иметь подушку безопасности. Я делю цели на краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные цели это те, которые возможно достигнуть в этом году или даже в самые такие кратчайшие сроки. То есть это, например, покупка телевизора, слетать в какое-то путешествие вдвоем. А долгосрочные цели это покупка недвижимости или накопление денег для начала собственного дела и так далее. Лично в нашей семье недвижимость нас пока не интересует. Мы хотим оставаться такими свободными людьми, которые могут в любой момент взять и переехать в другой город, в другую страну. Мы все-таки хотим в какой-то момент в будущем начать свое собственное дело, поэтому на это и копим деньги. Из краткосрочных целей, например, этим летом мы хотим повезти наших родителей вместе с нами в отпуск. Сказать им спасибо за то, что они нам помогали с учебой все это время и вообще за все-за все. Это, наверное, первый раз в жизни, когда мы находимся в такой позиции, когда мы можем на самом деле им оплатить поездку. И это была наша мечта уже давно. Поэтому и вам тоже советую расписать свои цели, что вы хотите от этой жизни, что вы хотите от этого года. Это все нужно обязательно расписать и всегда визуализировать у себя в голове. Я понимаю, что это очень популярное слово на просторах интернета сейчас. Этот метод работает на самом деле. Каждый раз, когда я нахожусь в магазине и я думаю, купить ли мне эти джинсы или нет, я сразу же включаю у себя в голове картинку того, как я гуляю со своей мамой по острову или с папой мы ходим по музеям. Вот это вот желание купить джинсы, оно сразу пропадает, потому что я знаю, на какую цель я работаю. Поэтому, да, визуализируйте именно, чтобы у вас были картинки того, как вы живете в той жизни, которой вы хотите. И второе в этом же пункте – это подушка безопасности. Я думаю, что у каждого человека должна быть подушка безопасности. Это, то есть, такой небольшой счет на чрезвычайные ситуации, бюджет на чрезвычайные ситуации. Например, вот скажу то, что для нас, Владом, в Канаде для молодой пары 3000 долларов – это такой оптимальный бюджет на чрезвычайные ситуации. То есть, если у кого-то из нас заболит зуб, а зубные врачи – это все безумно дорого в Канаде, то этих денег должно хватить. И также, если что-то случается дома и нам нужно быстрее взять и полететь в Казахстан, в Украину, то обязательно этих денег тоже нам должно хватить на билет домой. Опять-таки, это только наши примеры. Я буду приводить в этом видео много наших собственных финансовых примеров. Пожалуйста, ни в коем случае не думайте, что это делают для того, чтобы, не знаю, каким-то образом показать, сколько мы тратим или похвастаться. Это совсем не то, что я хочу. Это для тех из вас, кто только переехал в Канаду или живет здесь, или мечтает сюда переехать. Это те цены, которые вас встретят. То, как мы живем и тратим – это не заоблачные цены для Канады, может, для Казахстана или для России, для Украины. Это звучит как очень много, но вы должны понимать то, что здесь и зарплаты выше, и стоимость на все тоже выше. Второй совет – так это ввести дневник и составить сам бюджет. Это две разные вещи. Составить сам бюджет. Мы с Владом составили такую большую Excel на Google Sheets. Первая графа – это доход. Наши основные источники дохода – это, естественно, с наших работ и подработки. Например, Влад подрабатывает, курьером развозит еду – это вот его подработка. И также мы расписали, на что мы тратим деньги. В это входит аренда, еда и не только такие большие, самые затратные вещи, но и все-все-все абсолютно до мелочей. То есть Владу нужно стричь волосы за 20 долларов каждые три месяца. И также мы ведем дневник. То есть каждую неделю, этим обычно занимаюсь я, потому что я обожаю все организовывать, я сажусь каждую неделю, открываю наши банковские счета и вписываю все в приложение, которое называется Monify. Это приложение мне очень нравится. Надеюсь, вы понимаете то, что меня никто не спонсирует. Я слишком маленький блогер для этого, поэтому все, что я вам говорю – это на самом деле то, чем я пользуюсь и то, что мне помогает. Так что приложение Monify, оно замечательное. Там можно спокойно добавить источники дохода, расходы. И что мне особенно нравится – там есть категории. То есть категория одежды, категория еды и так далее. Также приведу еще несколько примеров расходов в Канаде. То есть, например, обычно если вы катаетесь на работу на метро, то ваш расход на метро будет примерно 150 канадских долларов каждый месяц. Но нам, слава богу, с Владом повезло, мы ходим на работу пешком. Совет третий – он более практичный. Знайте свою кредитную карточку. Все кредитные карточки разные. У каких-то есть кэшбэки, бонусная система на самолеты. У некоторых есть просто бонусные системы на все. Вот у меня карточка от банка RBC, Royal Bank of Canada, и у меня бонусная система. То есть я трачу, как я трачу, и в конце года у меня накапливается примерно 400 долларов. И эти 400 долларов я могу потратить на что угодно. Совет четвертый – это не входить в долги, только если вы не видите другого варианта. Ни с банками, ни с родными, ни с друзьями, ни с кем. Старайтесь искать другие способы подработок. То есть, например, сейчас есть возможность подрабатывать на Uber. Если у вас есть машина, пожалуйста, выезжайте вечером, спите меньше. Но зарабатывайте деньги таким способом, нежели чем входить в долги. Подрабатывайте на велосипеде, это можно делать. Можно, например, во время учебы я постоянно подрабатывала репетитором. Это очень такой легкий способ подработки. На выходные занимает всего несколько часов, и этих денег мне хватало на еду, на все мои затраты еды, например. Но, опять-таки, я понимаю то, что у всех есть в жизни разные ситуации. В некоторых ситуациях просто приходится входить в долги. То в этом случае я вам, опять-таки, советую записывать это все в свои финансовые дневники, чтобы выплатить их вовремя. Совет пятый, это самый главный совет, который просто поменял мой кругозор. Это адаптировать более такой минималистичный образ жизни. Когда люди слышат слово минимализм, или когда я говорю людям, что я стараюсь быть минималистом, то в голове сразу появляется картинка того, как я сплю дома на гамаке, у меня нет никакой мебели, и у меня только две футболки. Для меня лично минимализм – это рациональность в абсолютно всех моих покупках. То, как я адаптирую этот стиль жизни для себя, так это две вещи. Первое – это я поставила приоритеты, что для меня в этой жизни самое главное. Для меня очень важно это сходить хотя бы раз в неделю в кафе или в ресторан, потому что в этот момент я общаюсь с друзьями, и я очень ценю еду. Для меня это самое большое мирское блаженство. От этого я не хочу отказываться, это для меня приоритет. Ну, например, одежда не является для меня приоритетом. Конечно же, я вижу эти тренды, я вижу то, что все что-то там покупают, когда выходит новая модель сумки, все ее хотят, и я тоже ее хочу. Но в этот момент я себя останавливаю, потому что вспоминаю, что это не мой приоритет. И второе – это рациональность, то есть покупать что-то, потому что оно вам нужно, оно как-то позитивно повлияет на вашу жизнь, и это покупка для себя, а не для окружающих людей. То есть это не означает то, что вы больше никому не дарите подарки, нет. Это означает то, что если вы покупаете себе машину, то она должна соответствовать вашим стандартам для вашего же комфорта, она должна подходить вашему бюджету, а не для того, чтобы окружающие сказали, насколько у вас крутая машина. Каждый раз, когда я иду в магазин, когда я стою перед выбором, купить или не купить, я задаю себе несколько вопросов. Вопрос первый – нужна ли мне эта вещь? И вопрос второй – смогу ли я прожить без этой вещи? А мода и вся идет в минимализм, чем проще, тем лучше. Это показывает то, что вы рациональны, и вы заботитесь о нашей с вами планете. Ставьте приоритеты, и я очень надеюсь, что минимализм вас в какой-то мере заинтересует, потому что я буду выкладывать все больше и больше видео на эту тему. Совет шестой – внимательно следите за скидками. Теперь, когда Black Friday и Черная Пятница – это просто всемирно популярная тема, дождитесь этой Черной Пятницы, запишите свой список, что вам реально нужно, и дождитесь этого дня. Но я понимаю, когда мы заходим в магазин, где везде горят вот эти красные цифры, скидка, 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 я на это подкупалась уже столько раз, что мне на самом деле стыдно, и я больше никогда не хочу на это подкупаться, и я надеюсь, вы тоже больше не будете. Когда вы видите вещь, и вы хотите ее купить только потому, что она на скидке, вспоминайте и задавайте себе вопрос. Если бы эта вещь не была на скидке, купили ли бы вы ее себе? В этом году мне на самом деле первый раз в жизни, наверное, удалось не купить ничего, что мне не нужно. И последний, седьмой совет, так это продать старые вещи. Это очень удобно, в Канаде я использую два сайта, это Kijiji, и второй сайт, точнее это приложение, Карусель. Я всегда фотографирую, выкладываю те вещи, которые я уже не ношу. Если я не носила что-то больше 3-4 месяцев, не использовала, то я либо отдаю что-то на благотворительность, что, возможно, кому-то пригодится, либо продаю. Буквально за несколько недель у вас могут появиться деньги, которых вы не ожидали. Я очень надеюсь, что эти советы вам помогли. Спасибо вам огромное за просмотр этого видео. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк, оставляйте в комментариях, согласны ли вы с этими советами. Какой еще совет вы могли бы дать нам всем, который поможет в этом большом баттле за деньги, за накопление денег. Я буду вам очень благодарна, и также не забывайте, что буквально через неделю или две у меня выйдет видео о моей работе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok